Как Роман сейчас сказал, у нас с вами короткая тема с довольно ёмким названием «Подростки». Знаете, если разговор о личном хождении пред Богом – это вопрос духовных реалий нашей жизни, который связан с откровением Божьим в нашем повседневном хождении, то тема подростков – это, вообще говоря, совершенно другого плана тема. Там есть наставления, там есть откровения, там есть что-то, что Бог, скажем, мне открывал, вам открывал, и чем мы делимся. Подростки – это жизнь. Здесь очень трудно наставлять, что такое подростки и что с ними делать. Это очень трудно так говорить. Это часть жизни, целая страна, целая эпоха в жизни человека. И поэтому я, наверное, немножко другую просто изберу методику. Я просто поделюсь какими-то мыслями, которые у меня по этому поводу существуют. Это будет, наверное, более разумно, чем сейчас пытаться что-то вот так вот скурпулезно излагать. Потому что это жизнь. Знаете, некоторые говорят, я знаю своего мужа, свою жену, как прочитанную книгу. Меня всегда это сердит. Нельзя прочитать человека как книгу. Он человек. И общение человека с человеком – это всегда какое-то внутреннее откровение, контакт, общение. Я думаю, что люди, даже долгие года живущие в супружестве, они до самой старости делают друг другу какие-то сюрпризы. Не потому что они этот сюрприз приготовили, чтобы выдать его своему мужу или жене, как вот это Олег рассказывал, он это делал, я не хочу сейчас это разбирать. Вот, может, мы такие сюрпризы иногда тоже делаем. Но всегда бывает интересно что-то открыть в человеке новое, понять какие-то новые качества, увидеть, что Бог положил в мужа, в жене, в детях. Иногда бывают эти сюрпризы печальные, иногда бывают очень радостные, утешительные. Поскольку это часть жизни, я скажу, это как терра инкогнито, неизведанная земля, подростковый возраст. Я думаю, что в жизни человека вхождение в подростковый возраст – это, наверное, второй крупнейший стресс в его жизни после того, как он родился. Когда ребенок рождается, это ужасный стресс в его жизни. Но вы сами это знаете, это видно, что они в стрессе находятся. Вот, второй период – это вот этот. Второй период – это вот этот. Когда вдруг человек понимает, что в нем начинает что-то меняться. Он больше не ребенок. Он еще не взрослый. Но на него, как заря, начинает появляться что-то, что он себе раньше не видел. В внешних переменах, внутренних переменах, в чувствах. Это как река, которая текла по равнине, и потом вдруг сорвалась водопад, где на месте текущей, ровно текущей воды начинается это клокотание, начинаются всякие чудачества. Они стараются себя понять, стараются себя осознать. Они когда-то себя стесняются. Они перестают больше говорить, «Мама, дай мне ручку, я пойду с тобой. Я с тобой всю жизнь буду ходить с тобой за ручку». Он говорит, «Мама, я сам. Папа, я большой. Я стесняюсь, я пойду сам к ним». Мне становится очень большое влияние играть это мнение подростков. Они не понимают каких-то вещей, словно желаясь защититься от пробуждающихся у них, у мальчишек, я буду так говорить, интересах девчонок, они начинают их колотить. Сами того и не понимают, что взрослые люди понимают, куда он движется, в принципе. У девчонок то же самое, только по-другому. Ну, вы взрослые люди, вы понимаете, как это было, и, может, как это в какой-то форме было в вашей жизни. Библия говорит об этом периоде так. Библия говорит об этом периоде так. Я пишу вам отроки, потому что вы познали Отца. И Библия говорит так. Я пишу вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукаво. Вот это переходный период. Когда от маленького ребёнка, от которого спрашивается на самом деле, чтобы он знал Бога как Отца, это чрезвычайно важно, чтобы наши дети... Здесь много тех, кто работает с детьми. Хочу сказать, для вас, как для учителей, очень важно, чтобы ваши дети знали Бога как Отца. Как того, кого надо слушаться, как того, который, безусловно, любит, который готов прощать, которому надо доверяться, которому надо обращаться, когда он в страхе, когда он испуган. Маленький ребёнок очень редко может по-настоящему покаяться, потому что он в основном живёт родительским советом, наставлением церкви. А всё-таки настоящее покаяние – это связано с обращением к Слову. Это обычно приходит в юности. Когда человек начинает уже определять самостоятельно свой путь, если он выбирает себе в Господа и в руководителя своей жизни Бога и принимает Его Слово, в его сердце происходит то духовное обновление, которым нуждается каждый человек. Подростки находятся вот на этом перепутье. Это трудный период. Они хотят себя осознать. Они хотят двинуться вперёд. Это вот это состояние. Это вот это состояние подросткового возраста. Я скажу, мы, родители, бываем к этому часто не готовы. Ребёнка, которого можно было нашлёпать, теперь не так просто с этим сделаешь. Он тут меня, брат, спрашивал, как дела у Марка. Он где-то в моих проповедях это имя услышал. Я столкнулся с такой проблемой. Он здоров. Я говорю, так, вставай, я буду тебя шлёпать. Он встаёт. А мне его шлёпать всё равно, что слона. Шлёпать. Он стоит, зубы сжал, кулаки сжал. Я вижу, он сердится. А толк этого моего такого наказания. Абсолютный ноль. Я перестал это делать. Но зачем мне ребёнка профессионально настраивать? Нет смысла. Но он крепкий, здоровый, выше меня. В нём метр восемьдесят два. Сейчас под сто килограмм вес. Ну чего шлёпать? Это проще с боксёрской грушей заниматься, если бы мы такими глупостями бы занимались. Сколько мы не делаем такие вещи, как верующие. Это ничего не даёт. Но мы к этому не готовы. Они начинают делать что-то по-другому. Знаете, это время очень тяжёлое, очень серьёзное. Некоторые говорят, ну, вы понимаете, этот сложный возраст пройдёт. Безусловно, пройдёт. Сто процентов. Не вечно ему будет тринадцать лет. И будет ему четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать и так далее. Но очень важно, что он возьмёт с собой. И вот в этом очень важно. Что он возьмёт с собой. И что мы, как взрослые, поможем ему взять. Или оттолкнём. Если мы откроем с вами двадцать четвёртый псалом. Это псалом Давида. То он говорит такие слова. Начиная с седьмого стиха я буду читать. В общем, мне седьмой стих в основе и нужен, но я прочитаю ещё парочку дальше. Все-таки Давид почему-то возвращался к этой теме, уже далеко не будучи подростком. Грехов моей юности и преступлений мы их не вспоминаем. Вспомни меня ради благости. И он говорит о том, что благость Божья. Ну, собственно, это Павел говорил, она ведёт нас к покаянию. Он говорит, благо и праведен Господь, потому он оставляет грешников на путь. Направляет кротких к правде. Научает кротких путям своим. Соломон, царь Соломон, оставил нам тоже что-то очень интересное в этом направлении. Мы откроем с вами двадцатую главу. И в одиннадцатом стихе мы читаем. Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. У меня мой первый сын, это не Марк, его зовут Кристиан. Он год назад вступил в брак. У них родилась девочка. Маленькая такая, Лаура Сара. У них очень нежное отношение к этому маленькому человеку. Я очень удивился. Меня это всё время очень радует, удивляет. Какое-то особое нежное отношение к этому маленькому существу. Ну и у него, значит, отцовские чувства просыпаться начали. Он уже собирается её воспитывать. Он собирается её воспитывать, и он думает, чем он её будет в будущем дальше кормить. Ну, в смысле, какую он будет давать ей пищу духовную, душевную. И вот он вдруг сидит у меня и говорит, я какие-то книжки взял, какие нам в детстве читали. Это были такие христианские детские книжки. Я взял книжки, которые нам в детстве читали. Я, говорит, очень много вспомнил из детства. Я, говорит, думаю так, что то, что в ребёнке посеяно, оно остаётся на всю жизнь. Я хочу сказать, это действительно очень важно. Оно то, что посеяно, остаётся... Я уже вам говорил это. Настав юношу при начале пути, он не совратится, когда состарится. По-немецки, то, к чему мальчик привык в детстве, он будет держаться до конца. Оно настолько сильно вложено в человеке, что оно даже порождает конфликты первых периодов брака, когда каждый идёт со своим воспитанием. У меня было так, а ты делаешь неправильно. Оно настолько автоматически приходит, ведь он же не собирается свою вчерашнюю невесту сердить, или она не собирается поперёк его говорить. Мама готовит лучше. Он даже не подумал, что он сказал. Ему в голову не пришло, что он сказал. Это вполне естественно. У него вырвалось. Мы не случайно их наставляем. Вы таких вещей, пожалуйста, не говорите никогда. Вашим жёнам после брака. Ни в коем случае. Потому что у тебя руки опустились, она не знает, что дальше делать. Мама, и она его мыть не может. Ни с какой стороны не работает. Что делать дальше, она не знает. Я сейчас невесёлые вещи рассказываю. Я рассказываю очень серьёзные вещи, что это остаётся. И вот этот вот период, не случайно именно в него очень часто дети срываются в наркоманию. Я не знаю, как в России. Но на Западе этот период, когда они стараются осознать себя, для них авторитет их сверстников становится очень большим, и грязь этого мира начинает проникать в их жизнь. В этот момент уже проходит тот период. Вы должны это всё, в принципе, знать. Я думаю, из этой возрастной психологии немножко. Проходит уже у них такой интерес, когда они так просто читают Библию и готовы слушать, открыв широко ушки, рассказы. У них появляется какой-то другой интерес. И они часто не хотят молиться, не хотят что-то делать. Может быть, даже это не всегда так, не всегда так глубоко сидит. Они просто хотят показать... Рома, это тебе. Они, может быть, хотят показать себя, что они теперь большие. Мы сами с усами, как говорили в России. Мы сами большие. Но этот ответ, момент, очень ответственный. Потому что в этот момент может очень много прийти, что будет долго определять жизнь ребёнка. Оно потом, даже если он придёт к покаянию, вот эта зачерпнутая им грязь, она будет его очень долго преследовать. Поэтому этот вопрос, он остаётся... Вопрос отношений с подростками, он остаётся очень важным. Причём я так понял, что вы имеете дело в основном с детьми и с подростками раннего возраста, да? У нас подростки обычно с 13 до 16 лет. В некоторых церквях с 12. Вы имеете старшую возрастную детскую группу, это 11-12 лет, да? 13-15 у вас тоже, да? Ну, то есть, тогда это полностью входит... Ну, она немножко по-разному. Это градируется у нас подростки. До 12 лет, с 13 до 16. То есть, дети до 12, с 13 до 16 подростки, с 16 они идут в молодёжь. До момента, пока они вступают в брак. После этого они называются молодые женатики, и молодёжь покидают. Это германская терминология. Но мне надо просто немножко оценить, чтобы мне не рассказывать вам про другое, чем вы думаете. А я понимаю другие вещи. Вот я хочу сказать, это очень важный, ответственный момент. Я хочу сначала обозначить вещи, которые для подростков очень опасны. Я хочу обозначить вещи, которые для подростков очень опасны. Это то, через что они начинают открывать для себя мир, они хотят в этот мир войти. И это ворота, через которые входит больше всего грязи, я думаю. Это, опять, тут могут быть какие-то особенности для России и Германии, но, в принципе, это примерно то же самое. Это вопрос нецеломудрия, это вопрос компьютеров, это вопрос музыки, это вопрос общества, потребления, наслаждения и удовольствия, пожить. Я думаю, что первое, это вопрос целомудрия. Они, между прочим, все эти вопросы в какой-то степени очень похожи по духовному действию. Он приходит, ему 13 лет. Он говорит, я кое-что попробовал в вопросе отношения с другим полом и не могу больше освободиться. Всё. Помолись за меня, чтобы Бог отнял у меня эти чувства. Я же не могу так молиться. Он просит, чтобы я помолил, чтобы он больной стал. Он просто испачкал всё то, что Бог ему дал. Вот это вещь, на которую надо обратить внимание. Причём надо сказать, надо обратить внимание раньше. У них вот эта зорька начинает подыматься. Надо чуть-чуть раньше начать с ними говорить. Знаете, когда ребёнок влюбился, а иногда они ухитряются влюбляться очень рано, то целомудрие говорить поздно. Он уже себя проявил. Он, может быть, даже от наших наставлений и вопросов целомудрия, может быть. Даже и не всё его защитит. Но я хочу сказать, это надо делать раньше. Потому что тогда у него хоть какая-то защитная реакция существует. Он хоть понимает, что тут тормозить надо. Он понимает, что тут тормозить надо. Это надо говорить гораздо раньше. Им надо... Во-первых, они должны видеть... Я хочу сказать, здесь начинается даже не с разговора. Здесь начинается с отношений в семье. Потому что если дома напряжённые отношения, они бывают и у верующих, дом перестаёт для ребёнка быть уютным, и он перестаёт быть для него крепостью, в котором он находит прибежище. Если он не чувствует себя больше в доме безопасным, то, значит, он будет искать место безопасности в другом месте. Обычно на улице. Вот в этом бы смысле там, где дома нормальные, хорошо бы это поддерживать. Там, где дома проблемные, хорошо было бы, чтобы они нашли у вас это прибежище. Я скажу, я до сих пор ношу, мы уже вне Германии 12 лет, я до сих пор ношу в своём сердце как большую-большую радость тот факт, что в московской молодёжи и в той группе, где я был, я знал все сердечные проблемы молодёжи и подростков. Они могли прийти, ткнуться мне в руку носом и сказать, когда поговорим, я влюбилась. Я говорю, хорошо, мы поговорим, только не здесь. Здесь слишком много людей, ты придёшь ко мне домой, и мы с тобой посидим и поговорим. Вот этим доверием его надо очень ценить, никогда не высмеивать. Я не имею в виду, что вы сейчас начнёте так неразумно хохотать, но они же видят, что ваши глаза говорят. Они же это понимают, и мы это понимаем. И вот этот вопрос целомудрый, он должен идти гораздо раньше. Я прошу прощения за такое смешное слово-выражение, но когда-то мне в России родители задали вопрос, как бороться с влюбляемостью, ранней влюбляемостью детей. Я хочу сказать, что здесь первые шаги начинаются в 3-4-летнем возрасте, когда мы приучаем ребёнка не жить настроением. Это очень простая вещь. Папа, мы пойдём завтра куда-то? Пойдём. Конечно, мы как отцы должны держать слово. Но что-то случилось. И вместо того, чтобы с ним идти куда-то гулять, мне надо с другим ребёнком идти в больницу. Тут уж никуда не денешься. Папа, ты мне обещал, и тут, значит, фонтаны воды, слёз, трагедия, свет клином сошёлся. Вот в этот момент надо мягко, но настойчиво учить ребёнка владеть собой. Это не так трудно. Но я хочу сказать, если ваш ребёнок будет ребёнком настроение, если ваши дети будут... Я говорю сейчас не только к родителям, а к тем, кто работает с детьми. В этом нужно ребёнка поддерживать. Вы не можете из него спрашивать того владения собой, которое мы спрашиваем со зрелых духовных людей. Это не пойдёт. Он не в состоянии. Но учить его этому надо. Настоящее послушание связано с покладистостью. Замыкается здесь на смирении. С готовностью доверить. В странах развитых это особенно тяжело. Я думаю, что и в России это тоже наращивается. И это благосостояние позволяет родителям давать детям гораздо больше, чем мы могли давать им своё время. И вот они там устроили тяготу между собой. И когда я стал выяснять, то выяснилось, что они втроём не могли четыре игрушки поделить. Значит, вот эту четвёртую, которая была лишняя, вызвала целую трагедию. У нас была одна игрушка на нескольких. Здесь всё-таки что-то ребёнок должен быть приучен. Не быть человеком настроения. Понимать, что давать блаженнее, чем получать. Это очень важно, когда ребёнок, он вдруг может отдать игрушку, вдруг может отдать что-то, умеет владеть собой. Это первоначально. Второе, ребёнку надо какие-то вещи говорить. Здесь очень важно, когда между родителями есть правильные отношения. Тогда они сталкивающие, тогда возникающие перед ними проблемы вот этой вот сексуального порядка, их, так сказать, пубертетного возраста, как говорится, они воспринимают в свете, пережитой ими в доме любви. Они воспринимают отношения к другому человеку. Мальчики смотрят, как отец обращался с мамой, а девочки, как мама обращалась с отцом. В этом смысле, мама и папа – это очень большая ответственность. Там, где этого нет. Это не страшно, если дети видят ласку между родителями, или папа подошёл, поцеловал маму, наоборот, – это не страшно. Но если они видят ваши интимные ласки, вот это страшно. Есть вещи, которые они не должны видеть. Никто не имеет права идти в баню со своим ребёнком. Я уж не говорю с другого пола. Одного пола никто не имеет права. Это Библией запрещается. Смотреть на готу родителей. Это развращает ребёнка. Они должны учиться понимать святость семьи. И в этот момент им можно какие-то вещи объяснять. И можно объяснять, что доступ к лицу другого пола они получают, я надеюсь, что у вас это так же, как и мы учим, хотя это борьба постоянная, только после брака. Они мне задают вопрос. Скажи, как далеко можно заходить в дружбе? Вы понимаете, что они под словом «дружба» имеют. Мы бы назвали это словом «любодеяние». В таких близких отношениях с лицом другого пола. Я вам сейчас две минуты объясню. Только чур на меня не сердится. Потому что я сейчас сделаю вам пример, специально вас раздражая, чтобы вы поняли меня. Я, значит, говорю им. Вот у вас у всех есть мама. Вот пришел какой-то дядя и начал дружить с мамой. У нее глаза узкие стали. Я говорю, что вы на меня так смотрите? Он не целуется с ней, ничего. Просто у нее появились секреты от папы. Ну, он ее лучше понимает. «Ты, епископ, такие вещи говоришь». Я говорю, очень хорошо. Я вот этого и хотел услышать. А теперь ты мне скажи, как ты далеко можешь зайти с девочкой или с мальчиком, который не является твоей женой? Ты ответил сам. Понятно. Вот им вещи эти нужно где-то показывать. Я, может быть, немножко утрирую. Может быть, это не полностью подходит для России. В Германии я говорил буквально так. У них сужались глаза, и они немножко останавливались. Их нужно остерегать. Им нужно эти вещи объяснять. Мамы девочкам, папы мальчикам. Не получается, позовите кого-то из сестер, может быть, более молодых, но уже замужних или женатых, чтобы они это объяснили, если не получается. Очень плохо, если они получают эту информацию с улицы. Мне пришлось разговаривать с одной невестой перед браком. Она мне что-то сказала. Я задал ей вопрос в этом направлении. Она мне ответила. Я скажу, я не удержался. Я спросил, ты девушка? Ну да. Откуда у тебя такие взгляды, как у блудницы? Она нам смотрела на меня такими испуганными глазами. Я говорю, твое представление о будущей жизни с мужем – это достойно блудницы, но не достойно верующего человека. Ну, начали мы с ней говорить. Они все посмотрели на уровни получения удовольствий, грязи. Она никого не имела. Она подружек послушала. А те подружки, у них уже было очень много. Здесь надо только идти в меру их понимания. Понимаете? Здесь нельзя преодолевать то, что они знают. Может быть, вы знаете этот уже случай. Приходит один, значит, сын к папе своему и говорит, папа, откуда я? Ну, тот напрягся. Знаете эту историю, да? Напрягся и прочел ему целую лекцию о появлении детей. Тот смотрит на него стеклянными глазами. Ну что, тебе непонятно? Да нет, папа, понятно, но ты мне не ответил, откуда я. Как не ответил? Ну вот мы сейчас с Васькой-то на улице разговаривали. Он приехал в Томск, с Курска. А мы откуда? Нельзя читать лекции на тему, которые ребенок не понимает и не спрашивает. Я помню свой первый вопрос на эту тему, как ни странно. Я помню свой первый вопрос. Я задал его бабушке. Я ей сказал, я так прослышал, что детей каким-то образом рождают. «Значит, ты можешь мне объяснить, как это происходит?» Она оказалась очень мудрый человек. Ну, конечно, когда Бог дает людям пожениться, Бог дает им детям. Но я был любопытным мальчишком, я был знать, как все происходит. Я прямым текстом этот вопрос задал. Она ответила очень интересно. Она сказала, ну, знаешь, как ты хочешь узнать без мамы, без папы? А вот ты представь себе, папы не было хорошо, было бы очень плохо. Ну, вот Бог и сделал, чтобы с мамой и с папой были. А как ты узнаешь позже? На два года мне хватило. Понимаете, оно должно идти целомудренно с нашей стороны. Не сразу всю механику разложить. Поставить в центре отношения любви. Святость брака, интимность брака, тайну брака. Я интимность понимаю не как интимные отношения, а как сокровенность брачных отношений. Показывать их на основе любви. Показывать их на основе, что люди, когда вступают друг другу в брак, они дарят друг другу. Они будут жить друг другу. У них откроется очень много. То, чего они сегодня не понимают. И ты поймешь это потом. Я помню, как уже взрослые дети задавали мне некоторые вопросы, касающиеся брака. Они у них вызывали у девушек некоторое отвращение. Я говорю, я вам не буду даже ничего объяснять. Потому что я понимаю, когда у них будут действительно отношения любви к своему мужу, они совсем по-другому эти вещи будут воспринимать. А без этого это стыдно. И пытаться в них вложить что-то, это бесполезно. Эти вещи надо заложить раньше. Им надо прививать отвращение ко всякого рода порнографии. Грязным вещам. Грязным вещам. Я хочу сказать, это связано со второй стороной. С компьютером, с телевизором. Но я сейчас к этому подойду. Им надо выращивать это чувство целомудрия, стыдливости, благоговения. Благоговения к другой личности. Понимание, что брачные отношения, это не только как на улице говорят, там поцеловать, обнять, что-то еще сделать. А это уважение к другой личности. Понимание ее запросов. Это же вполне нормальные вещи. Их вполне можно говорить. Их надо оберегать. Мне пришлось все время разговаривать с одним человеком. Он был католик, крупный дядька, почти два метра ростом. Был когда-то французским офицером. Потом обратился к Богу. Стал католиком. И он работал с людьми душевно больными. Он создал во Франции целый приют для душевно больных людей. И ему задали такой вопрос очень интересный. Это же люди, они больные, но они взрослые. У них тоже есть такие вот физические потребности. Как вы их решаете? Мне очень понравилось, как он ответил. Он сказал, эта проблема есть. Она реально существует. Но я хочу вам сказать, там где людей любят, и где люди знают цену настоящей дружбы, эти проблемы гаснут. Вот это сто процентов. Там, где люди начинают понимать ценность настоящей дружбы, Иоаннафан, Иоаннафан, твоя любовь была для меня превыше любви женской. Никто не унижает женскую любовь. Но там, где выходит на первое место не страсти, а ценности святой дружбы, там, где мы можем явить дружбу. Вы не можете быть понебратствами для подростков. Как некоторые родители говорят, у меня, дочка, мы друзья. Это плохо. Вы можете быть с дочкой друзьями, но вы остаетесь ее мамой. И папа остается папой со всеми тем почтением. Но святость отцовско-сыновьих отношений, материнско-дочерних, отцовско-дочерних, материнско-сыновьих, они должны иметь ценности святой христианской дружбы. Теперь я слово дружбу проявляю в хорошем смысле. Вот это христианское отношение между людьми, как дружба, как верность, как умение поддерживать, как умение понимать, это очень важно. Я думаю, я здесь остановлюсь, это можно говорить очень много, мне времени не хватит. С чем это очень сильно связано? Это связано с компьютер, кино, телевизор. Я вам скажу сейчас, что вам не понравится многим. Эти вещи надо выкинуть полностью. Из них можно оставить только компьютер там, где в этом крайняя необходимость. Даже христианские фильмы нечего их смотреть. Абсолютно. Вы больше потери понесете, чем вы думаете. Я знаю, чего они рассказывают на уроках, на уроках, посмотрев фильмы на уроках детских в Германии, чтобы понять, что у них складывается совершенно превратное отношение к Библии. Видеотехнологии – это очень ядовитая штука. Я вот так сидел с учительницей ближе, чем до Лены, через стол. И я задавал вопросы по поводу германского образования. Хотя все считают, что германское образование очень высокое. И дело в том, что инженерная мысль и сегодня еще высокая. Но среднее образование – это катастрофа. Но если это так будет дальше, то эту страну ждет большие проблемы. Они уже сейчас начинают инженеров и компьютерщиков из-за границы вывозить. Потому что они с этим не справляются. Германия, которая к концу войны имела технологии на 15-20 лет, опережающие весь мир, в частности, в ракетной технике, она идет катастрофически вниз. Я вот этим говорил. Я говорю, но мне непонятно, почему вы не даете детям уроки на дом? Не дают. Я говорю, мы в России учились, вы считаете Германию более высокой в этом отношении, а нам уроки давали. Она смотрит на меня и говорит, вы старомодный господин Цемерман. Но не все так говорят. Я говорю, почему это я старомодный? Мне интересно стало. Я не обижаюсь, но мне интересно. Она говорит, я не буду делать уроки. Почему? У них есть то, чего у вас нет. Что? Мобильники, ну, хэнди, как это говорят по-немецки, телевизоры и компьютеры. Они в другом месте. Мы встречались там под Бременом. Братья, кто был в Германии, знают. Зотрум есть там такой. Начали на нас, значит, надвигаться. Наезжать, как говорят по-русски. Почему? У нас телевизоров нету и наши дети отсталые. Я вот этот рассказ ей повторил. Она выключилась до конца вечера. Ни одного вопроса. У меня дома лежит вот такая толстая книжка немецкого нейролога Мартина Шпицера, которая называется «Осторожный экран», где показывается, что обучение с помощью экрана, оно очень плохо. Что люди, которые смотрят эти вещи, они теряют способность читать. У них начинаются проблемы. В концентрации проблемы. Оно вообще действует на какие-то другие полушария. Оно рождает в человеке совершенно другую культуру. Не культуру мышления, не культуру фантазии в хорошем понимании, не фантазии в смысле мечтания, а культуру логического мышления. Она вместо этого рождает чувственно зависимых людей. Я очень просто вам скажу, я не знаю, но я тоже не всегда был обращенный человек. Я помню, как в свое время нам какие-то вещи тоже немножко пытались показывать в фильмах. Это была история Греции. Есть такая книжка Гомера, «Одиссея», «Путешествие Одиссея». И вот как он там путешествует. Только я уже тогда обратил внимание, что почему-то все мужчины с накачанными мышцами, а все женщины с тонкими талиями. Я хочу сказать, у многих это остается гораздо больше, чем где был Одиссей. Они не историю воспринимают. У них создается определенный образ, имидж, культ тела. А потом они говорят в семьях жене, «Ты слишком толстая. У меня слова кончаются, когда я такие вещи слышу в верующих семьях. У меня слов больше нет». Но это вкладывается в ребенка. Кто-то говорит, что компьютер – это как ножик. Можно человека убить, можно масло нарезать. Надо показать корректность такого сравнения. И я уверяю, что это сравнение некорректно. Я согласен сравнить компьютер с морфием. Иногда надо вколоть. 100%. Человек, умирающий раком, ему надо вкалывать морфий. Потому что компьютер – это зона риска. Но это ни в коем случае не ножик. Это не безобидная вещь. Это вещь, которой надо детей держать подальше и понимать, что в некоторых случаях он нужен. Я тоже не печатаю сегодня на печатной машинке. Я тоже понимаю, что какие-то билеты заказываются сегодня электронным образом. Я тоже понимаю, что человек, который летит в Лондон, ему, может быть, можно когда-то сначала в интернете посмотреть, что там продается. Но это же смотреть невозможно. Это же смотреть невозможно. Это же грязь сплошная. Когда человек работает, и ты, садясь за этот экран, молиться. Как вот мы садимся за руль, и мы молимся. Я помню, когда в Москве 15 лет назад двое братьев сделали аварию, налетели на девушку. Я не знаю, похоже, что она была виновата. Может быть, даже она пыталась броситься под машиной. Я помню первый вопрос Федотова и Белыха, когда я привел этих людей к ним. Это был первый вопрос. Ты, садясь за руль, помолился? Ты, садясь за этот экран, когда тебе надо по работе, ты помолился? И никогда, никогда, я сейчас не о детях, я сейчас о вас говорю. Не садись за экран, когда тебе тяжело. Когда у тебя стресс. Когда тебе хочется отдохнуть от мужа, от жены, от родителей. Никогда. Это смертельно. Люди, которые от этого освободились, мне говорят, не показывайте детям. Он хочет снова посмотреть. Это только последнее известие. Но после последних известий фигурное катание. Ну, я чуть-чуть. Или какой-нибудь детектив. Ну, я сейчас выключу. Ну, они уже закинули удочку. Тебе хочется посмотреть, что дальше. Оно разваливает человека страшно. Я не такой узкий человек, я сам математик по специальности. Но я вам хочу сказать, там есть масса вещей. Вот самый простой пример. Я не знаю, как это у вас. Прошел, как вы к этому относитесь. Прошел такой фильм «Страдание Иисуса». Может, я бы даже смотрел. «Страсти». Может, я бы тоже посмотрел. Советую покаяться. Сразу советую покаяться. Там никакого отношения к страстям Иисуса нет. Это настоящий фильм ужасов с евангельским материалом. Когда на протяжении полутора часов издеваются над куклой. Это может рождать ассоциации с христовыми страданиями только у чувственно зависимых христиан. Все равно больше, чем Библия, тебе о страданиях никто не скажет. И то, что было в страданиях Христа. Вот сотник, который стоял у Христа, он сказал, истинно этот человек был Сын Божий. А что он там увидел? Это был воин римский. Он не раз видел, как люди умирали в конвульсиях, и на острие его меча оставалась кровь. Он ни одного там видел на кресте. Это не первый был. Но он в нем что-то увидел. Это нельзя передать. Кроме того, этого нельзя смотреть. Вы знаете, есть такие запрещенные кадры. Я их не видел, но я знаю, что они есть. По очень неприятному поводу я их знаю. Запрещенные кадры в интернете, где показывали, как убивали людей в Чечне. Это натурные съемки, как людям перерезали горло со звуком. Один такой элемент посмотрел. Он две недели прямо хоть его к врачу вези. Знаете, если бы мне когда-нибудь попалось, если бы я когда-нибудь оказался при смерти своего отца, я бы на всю жизнь это запомнил. Но если бы мне кто-нибудь сказал, Ричард, вот это сиди с записью, как погиб твой отец, это единственное, ты ее береги. Я бы первое, что делал, я бы ее сломал. Я никогда не буду это смотреть. Была только определенная группа людей, от которых, кстати, убежали апостолы большей частью, которые были на смерти Христа. Зачем это тебе нужно? Для чего? Я не говорю о том, что у этого фильма еще оккультная подкладка. Вот эти фигурки на заднем фоне. Я фильма не смотрел, я видел альбом. Совершенно случайно наткнулся в католическом магазине христианском на альбом. Вот эти вот, я не знаю, как их там назвать, сатанинские полуфигурки. Это похоже на двойное дно, на параллельный сценарий. Я вам советую всем покаяться, потому что это действительно вещь очень опасная. Но когда в нее попадает ребенок, он очень быстро в нее захватывается. Я уже молчу о компьютерных играх. Во-первых, вы должны знать, что все эти фильмы, все эти игры со стрельбой, они были сделаны с вполне определенной целью. И первоначальная цель не была зарабатывать деньги. А первоначальной целью был тренинг молодежи перед рекрутировкой в американскую армию. Человеку не так просто выстрелить другого человека. Не так просто. Они стреляют, потом они могут. Я хочу сказать, там очень много оккультных вещей. Даже в вещах безобидных. Он мчится на машине, ралли, и он кого-то сбил. О, ха-ха-ха, ты что? Это шутка. Нет, это не шутка. Игра в аварию – это авария в духе. И человек, у него какие-то барьеры уходят. Вы понимаете, что я говорю? Пусть они учатся думать. Это вещь чрезвычайно опасная. Я хочу сказать, компьютерные игры, все эти там футболы – это все должно быть исключено. Если они могут учиться какое-то время, не прикасаясь к этим вещам, дайте им, возможно, учиться сколько могут. Вот я стою на кассе, она мне на калькуляторе считает, я выдаю ей число в уме. Она смотрит на меня, как на ненормального, а потом говорит, ой, правда. Ой, а как вы, наверное, вундеркинд. Да никакой не вундеркинд нас считать учили в России. Просто-напросто. Таблицу умножения заставляли учить. Упражнялись. Это зачем делать людей тупыми? Простите. Оно отупляет человека. Вот это вторая вещь, которая чрезвычайно опасна, и с этим нужно серьезно, правильно серьезно относиться. Если уже ребенок, он там в техникуме где-то, ему нужен компьютер, ему нужен интернет. Во-первых, отключите всю эту грязь. Надо позвонить и отключить, потому что там выскакивают такие картинки, что не знаешь, куда глаза прятать. Причем они выскакивают в совершенно неожиданный момент. Они тоже возмущаются на это, но они привыкают. Они тоже возмущаются, но они привыкнут. Потом и захочется посмотреть. А потом вы будете спрашивать, откуда у них возникли сексуальные проблемы. Это вещи, которые нужно убирать. Я, может быть, слишком откровенно говорю, не знаю, но я думаю, что это вещь, которую нужно знать. Третья – это рок-музыка, которая звучит почти везде. Это музика преисподней. Это музыка преисподней. Я открою сейчас Исаю 14, стих 12, 11. «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим». На еврейском это звучит чуть-чуть по-другому. «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всеми звуками лютней твоих». Оно звучит вот так. Оно также звучит по-немецки. Есть музыка сатанинская. Есть музыка сатанинская. Медитативная музыка, оккультная музыка, рок-музыка. Я понимаю, что музыка – это тонкая материя, но мы будем говорить в пятницу. Но есть вещи, которые мы определяем по плодам. Это музыка, рождённая из оккультной сферы. Где мы были? В Новосибирске, в посохе. Я не стал просто брать эту книжку, потому что она что-то там называлась «Рок-музыка и христианство». Это кошмар. Это ни один белый человек такие картинки смотреть не может, как они выглядят. Но я извиняюсь, что я так выражаюсь. Это ненормально. Это музыка, рождённая антихристианской культурой, под влиянием наркотиков, под влиянием борьбы с христианским образом мышления и жизни, под борьбы с христианским имиджем. Пусть даже этот христианский имидж тогда в Америке был сильно уже попорчен. Это бунтарский дух. Это, кстати, вот момент, почему мы стали убирать просто всю ритмику. Потому что хотите вы или не хотите, а прорисуем. Я завтра в пятницу буду об этом говорить. Но очень большая часть вот этих гармоний, которая проникает, она идёт из вудокультов, из сатанинских культов Африки. Тут никуда не денешься. Некоторые говорят, о, кимвалы, тимпаны, они были у Давида. Были, но вы не знаете, как он на них играл. Если бы хоть когда-нибудь послушали старую еврейскую музыку, вы бы поняли, что они никогда так не использовали ударники. И если вы послушаете, как используются ударники в классике, она никогда не используется нарисовать такой ритм. Отсюда мы убираем искусственное звучание, электронную музыку. Я понимаю, что не везде это можно сделать. Нельзя это делать на евангелизации. Не могу я на евангелизацию в каждую деревню с роялем ездить. Это невозможно. И даже вот такую штуку не всегда возьмёшь. Я сейчас не предписываю вам это поменять. Я хочу смысл, чтобы был понят. Эта музыка звучит везде. Их уши привыкают к этому. Они туда начинают двигаться. Эта музыка заразительна. Вы знаете что? Они не могут слушать нормальную музыку. Англичане решили выкурить наркоманов из главного лондонского железнодорожного вокзала. Знаете, что они сделали? Классику включили. Они все сбежали оттуда и потом продали протест в парламент на нарушение прав человека. И добились включения рок-музыки. Они не могут это слушать. Коровы дается перестаёт, когда рок-музыку включаешь. Цветы перестают расти. Это же надо всё-таки чуть-чуть по плодам какие-то вещи понимать. Детство не в том, сколько какой удовый у коров. И поэтому надо баха слушать. Но есть какая-то вещь, которая о чём-то нам говорит. Эти люди не могут другой музыки слушать. Они двигаются в эту сторону. Я хочу сказать здесь очень важно. Вот мне понравилось, как Олег сказал, мои дети учатся скрипке. Учите их скрипке. Договаривайтесь с учителями, чтобы они не играли каких-то вульгарных мелодий с ними. Но они должны научиться читать. И вы не можете их учить читать только на псалтере, при всём желании. Значит, их надо учиться на какой-то музыке учить, на классической музыке. Надо выбрать что-то, разобраться. Это всё мирское. Вот это мирское. Когда они в вакуум вторгаются, что не нужно. Я хочу сказать, с ними надо больше петь. И петь наши хорошие псалмы вот из этого песни сборника «Песня Возрождения». Не пойте самые сложные. Пойте правильно. Они не выносят, когда вы поёте на одной ноте всё. И это не пойдёт. Нет, там надо просто найти правильные мелодии. Надо просто взять и найти правильные мелодии. И правильно их петь. Я хожу... Мои маленькие дети, старшие, засыпали. И я им пел сборники из «Песни Возрождения». Они в 15 лет просили «Папа, спать пойдём, иди нам пой». Я хочу сказать, они не воспринимают слова. Они не воспринимают слова. У меня есть одна дочка. Когда мы её так собирались, пели, она говорит, «Давай, папа, споём ленты в духе». Я говорю, нету ли я таких лент в духе? Есть. Ну, нету такого псалма ленты в духе. Ну, мы что-то пели. И вдруг она говорит, «Вот! Бог сил быть прославлен ты в духе святом». Она вытянула из этого ленты в духе. Я хочу сказать, это не страшно. Я ей объяснил, что здесь не ленты в духе, здесь другое. Но я хочу сказать вам иное. Когда эта музыка, эти гармонии, этот правильный музыкальный язык... Почему я говорю о классике? Не потому, что я хочу из них сделать дирижёров крупных оркестров. Классика — это секуляризированная духовная музыка. Она отталкивалась от церковных гармоний, уходя в сторону мира. Но язык останется правильным. Язык останется правильным. Нельзя учить ребёнка русскому языку на основании газетных фильетонов. А на пушке не можно, убирая то, что там грязное. Точно так же и с музыкой. Он, когда начинает это воспринимать, он, достигая возраста 15, 13, 16 лет, вот когда в нём это просыпается подростковое, он вдруг не только мелодию слушает, он начинает о словах думать. И в этот момент Бог сил будет прославлен в духе святом. Оно прекращается, как ленты в духе, а появляется, как призыв прославить Бога. Детей надо учить музыке. За этим это надо контролировать. Они должны правильно развиваться. Нам нужны хоры. Нам нужна нормальная, красивая, звучащая, достигающая сердец музыка. Я думаю, это понятно. И последнее... Последнее это... Сколько у меня времени? Ещё минут 30-35 есть, да? Да. Нет, но час это немножко многовато. Вопросы. Да, там ещё на вопросы надо оставить время. И последнее. Это, может быть, особенно характерно для западного мира, для Германии с её высоким уровнем жизни. Это так называемый «Люсшпаскезельшафт» – общество наслаждения и удовольствия. Вы знаете, это развлечение, это пошутить, это посмеяться, это сделать весёлое, оно очень опасное. И вот давай детей развлекать. Вывезли их в лагерь, оделись в индейцев. И руководитель молодёжи такая штука, и тут перьями натыкал, ну, прямо последний из магика. Они по-другому не слушают. Может быть. Но они смысл жизни христианский перестают понимать. Не сеять двух родов семян. Когда мы сеем в духовном плане духовное семя и мирское – это Богу мерзость. Это Богу мерзость. Когда мы ходим наполовину как мирские, наполовину как христиане – это Богу мерзость. Когда мы в нашем духовном труде используем частью духовные методы, а частью мирские, это порождает очень плохие вещи. Ну, вы понимаете, какое место я цитирую. «Не пошли наслеивали вместе, не одевайся в два рода одежды». Сейчас речь не о том, что я проверю, всё ли у вас на хлопке, или всё у нас в шерсти, или что-то смешанное. Здесь о духовных принципах надо понять. Вот сейчас я говорю в этом направлении. И когда они веселятся, у них появляется… Действительно, как написано, смех глупых, как трест куста под котлом. Они становятся, извините за выражение, глупыми. Их надо направлять на что-то доброе. Их надо направлять, чтобы они понимали… Я встал, я ехал как-то раз, и у меня была… Это МП-3, да? Я её включил и ехал со Шпайера в Бремен, это долго, и слушал русские псалмы. И там какая-то была такая целая полоса, которая была посвящена одной теме, где можно Бога найти. Я прямо в машине сидел и плакал. Я подумал, они не пели в те годы, мы не пели в те годы, как много Бог для нас приготовил. А мы пели, где Христос нас готов встретить. Там, где горе, там, где страдания, там, где мы людям поможем, там, где мы сделаем доброе, там, где мы ускрасим чьё-то одиночество. Это открывает сердце для Духа Христова. Вот это доброе отношение к жизни, не насмешливое, их надо воспитывать. Это их проблемы. Это их проблемы. То есть в них надо воспитывать доброе, разумное и духовное. Я хочу сказать, это не тот возраст, как я уже сказал, когда эти дети скажут, мама, дай ручку, я пойду. Это скорее мы с тобой скажем, дай ручку. Если он ещё даст, согласится. Может быть, и даст ещё в 12 лет. А в 16 лет, ты знаешь, давай пойдём рядышком. А то я не маленький уже, или не маленькая. То вот в этом вопросе я скажу. Они пытаются осмыслить эту жизнь, и с ними не получится работать, вот так просто их научая каким-то доктринам. Они идут, ищут себе дорогу. И мы должны пойти за ними. Понимаете, здесь надо пойти за ними. Речь идёт не о том, что мы сейчас с ними пойдём куда-то, куда они пошли, там, в футбол играть. А мы должны постараться, мы должны постараться найти с ними контакт и пойти с ними в эту жизнь. Вы знаете, они в этот момент очень ценят дружбу, очень ищут и ценят искренность. И мы должны искренне отнестись к их запросам. Мы должны искренне отнестись к их запросам. Мы должны пойти вместе с ними. Я скажу, я не знаю, как вам это нравится, не нравится, кому-то это очень не нравится. Я в этой связи очень ценю вот такие выездные лагеря. Я, кроме последних полутора лет, почти каждый год ездил с группой в Израиль. Даже два раза в год. Это было изматывающе. В конце концов, я немножко остановил, это стало слишком тяжело для моей семьи. Но дело даже не в том, если бы я хотел посмотреть Израиль, я поехал один. Мне было бы проще, чем с 15 ими управляться. Мне было гораздо проще. Я даже не ехал им показать Израиль, просто как какую-то экскурсию. Мы ездили с ними пару раз в Малый Ярославец, ездили в Краснодар. Для меня всегда было важно общение с ними. Вы знаете, мы пошли с подростками там, в Германии, они делают такое лесное путешествие. И не было того человека, который знает местность. В итоге они вместо 8-килокометрового маршрута сделали 20. Это было нечто. Они пошли по скошенному рапсовому полю. Настолько усталые, они выкладывались прямо. Их надо было бы подымать и нести. Если бы у меня было бы силы, мне надо было бы всех этих 40 человек на себя положить. Они пришли вымотанные. Я, слушай, не шептюсь. Слушай, наш епископ с нами ходил. И нас подымал. Я им свой человек стал. Вы знаете, когда они окружали меня, я тут хоть спички вставляю во время ночной поездки из Израиля. И начали спрашивать. А мы вот там были. Были в пещерах, где Давид скрывался от Саула. Были там. Места из Библии мне покажи. Вот это то, что мне надо. Понимаете, мы не просто должны им читать морали, как ты должен себя вести. Мы должны научить их возлагать надежду на Бога, помнить великие дела Божьи и соблюдать его заповеди. Первое – это надежда на Бога. Я хочу сказать здесь снова, мне помогла очень сильно уроки моего дедушки. Павлик, наверное, знает, что я сейчас буду говорить. Он открывал нам старую Библию, такая старая, 1862 года, она у меня сейчас есть. И показывал нам картинки, какие были растения. Вот я от него впервые услышал вопрос. Чука, ты знаешь, что такое мандрагоры? А вы когда-нибудь видели мандрагоры? А за что она его купила? Как вообще это выглядит? И вот она нам показывала этих винторогих баранов и потихонечку направлял ко Христу. Вот это важно. Это такое растение. Ну это возьмите все-таки справочник, посмотрите. Я сейчас не могу его описать. Если бы я был художник, где-нибудь, может, нарисовал. Вот я думаю, что там вот у вас лежат справочники Гелея, может быть, или Ньюстрома, там можно это посмотреть. Да, оно как яблоки, но это не совсем яблоки в том смысле, какие они у нас растут. Вот. Они действительно называются яблоки, яблоки любви. Вот, вопрос в том, что им нужно не просто сказать, «Дети, давайте мы будем любить Слово Божье». А я хочу сказать, им надо показать разумность и красоту Слова Божьего. Мы поднялись на горы, где-то на полтора-два километра, на Кавказе, там на Дженту эту поднимались, может быть, кто-нибудь был из вас в Рошкау. Я говорю, теперь давайте поговорим о величии Божьем в природе. Красиво, красиво. А ну-ка, расскажите, что вы видите. И в этот момент они начинают что-то понимать. Понимаете, что я говорю? Здесь надо не просто говорить, ты должен быть такой, ты должен быть такой, ты должен быть такой. Здесь надо показать какие-то вещи. Приходит ко мне и спрашивает, моя дочка, а почему нельзя дружить до брака? Надо же мне его узнать. Я говорю, послушай, дружок, у меня к тебе будет встречный вопрос, контр-вопрос. Вот ты знаешь браки, кто дружил, кто не дружил. Знаю. Есть разница? Молчит. Есть? Есть. В чем? Не могу сказать. Ну, я тебе скажу, в этих браках есть что-то особо светлое. Правильно ты сказал. О, это хорошо. И это надо словом подкреплять. Ему надо какие-то вещи показывать. Показывать, как слово освещает. Что бы вы ни видели. Увидели, взяли вы на руки маленького котенка. Надо что-то показывать. Что вот Бог заботится о животных, да? Бог дает жить. Этот котеночек он бы никогда не прожил. Но Бог словом своим оберегает его. В Германии такого почти никогда не увидишь, а в России сплошь и рядом. Едешь, и вдруг у тебя посреди дороги цветок растет. Немцы все это убирают. Они такой непорядок не любят. Непорядок. Как это так? Посреди асфальта что-то выросло. Вот. Это совсем не на месте. Оно даже на клумбе расти. А я скажу, вот я бы, когда это увидел, я бы очень много поговорил о силе Божьей. Потому что эта сила не мускул. Посмотри, пощупай, как они говорят, и извинись. Это совсем другая... Ну, они так говорят. Я просто цитирую. Они, я цитирую, что они говорят. Я то, что я подслушал, то я и говорю. Ты посмотри, какая Божья сила. Бог никогда не делает с насилием. И прочти что-то из Писания. Да ему освящай его жизнь Писанием. Выйди с ним куда-то. Покажи им, как жили люди. Только вот во всей этой культуртрейгерской работе, просветительской, важно, чтобы мы не залезли с ними очень глубоко. Чтобы, рассматривая с ними шахты, изучая с ними музыку, мы не вродили в них такой интерес к этому всему, который затмит для них Бога. Хорошо, когда ребенок учится музыке, но плохо, когда он становится фанатом музыки. Когда он становится идолопоклонником музыки. Он будет воспитанным человеком, но для Бога закрытым. Я вам могу сказать, я знаю это по университету. Это были образованные люди в 60-е годы. Они никто не говорили против Бога. Они были это поклонники науки. Они говорили, мы не знаем, есть ли Бог или нет, но нас эта гипотеза не интересует. Мы занимаемся наукой. Они очень близко подходили. Я уже рассказывал Германию, вам еще раз повторю, хотя многие из вас, наверное, это услышали, как они разбирали эволюционную теорию. Знаете, да? Это Мехмат МГУ, кафедра диалектического материализма. Разбирается вопрос происхождения человека от обезьяны. Они начали ему перестрельный допрос сделать. Ловить его. Ну, это университет. Это умные ребята. В основном это еврейская была молодежь. Он говорит, стоп, ребята. Конечно, происхождение человека от обезьяны – это только лишь гипотеза. Не все покрывается данными. Я теперь просто цитирую, что я слышал. Полтора миллиона – до того была обезьяна. Полтора миллиона – после того человек. Промежуток ничем не покрывается. С точки зрения генной теории это не могло эволюционировать. Человека нельзя скрестить с обезьяной. У него слишком отличается генная система. Эволюционно это произойти не могло. Там был какой-то взрыв. Я скажу вам простым языком. Жила-была обезьяна, сошла с ума, стал человек. Это не шутка. Это не шутка. Это на полном серьезе было сказано. Разбирали эту теорию взрыва, из которого произошла Вселенная. А он стоит и говорит. Это похоже на правду. Но там есть одно «но», о котором никто не думает. Или очень редко думает. В тот момент, когда эта маленькая точечка, как угодно ее назовите, она взрывалась, начинала возникать Вселенная, извне должен был стоять кто-то, кто этой материи приписал законы. Кто? Он говорит, верующие бы сказали Бог. Мы этой гипотезой не занимаемся. Вот такой вот был разговор. То есть они очень близко подходили к вещам. Я же не шутки рассказываю, не анекдоты рассказываю. Я рассказываю, что мои уши слышали в Московском университете в конце 60-х годов. Не в момент перестройки. В период развитого социализма, как это тогда называли. В период казавшегося торжества коммунизма, когда последнего верующего обещали показать по телевизору. Или пять лет спустя после этого. Но есть люди, которые увлекаются и идут за этим. Мы должны словом осветить подросткам их жизнь. Мы должны приблизиться к ним, чтобы они нам могли что-то доверять. Чтобы они могли нам что-то доверять. Мы должны стараться им освещать какие-то вещи. Я скажу, это можно делать. Они здесь собрались ехать в Берлин в зоопарк за 400 километров. Я говорю, да вы что? Проехать 400 километров, чтобы пойти в зоопарк? Берлинский зоопарк действительно очень мощный. Мне непонятно. Но они уже купили билеты. Я говорю, я поеду с вами. Нет, так не пойдет. Я поеду с вами. Мы хоть с вами что-нибудь путное посмотрим. И у меня ночью, когда я должен был, в 4 часа собрались ехать. У меня плохо с моей рыженькой. С дочкой. У меня есть такая совсем рыженькая дочка. Которая очень всегда вызывает особые чувства у Вани Федотова. Потому что у них одинаковый цвет волос. И значит, ей плохо, я ее в больницу. Я говорю, ну будет вам там сложно, звоните. Мне не звонят, что смотреть. Ну я их направил в одно место, в другое, в третье. В итоге они попали в музей музыки. Который есть при Берлинском филармоническом оркестре. Вы знаете, не вернулись. Мы провели с ними двух- или трехчасовую беседу. О музыке хорошей и плохой. О музыкальном языке. Мы очень быстро оторвались от музыки. Я не собирался с ними всю историю Берлинского оркестра рассказывать. Они схватили, что эта музыка звучит качественно. Хотя она им чуждая. Мы с ними стали говорить о музыкальном языке. Блажен народ, знающий трубный зов. Как слышать и созерцать Бога. Мы перешли к ними к молитве. Эта молодежь, которая движется рок-музыкой, компьютерами и всем. Они сказали, это было хорошо. Вы понимаете, куда я говорю? Здесь речь идет о том, что с ними надо куда-то поехать. С ними надо заняться. Понять их запросы. И постараться их осветить. Они должны видеть разумность нашу. Не только наше хорошее знание догматики. Им очень важно, когда они хотят войти в жизнь, увидеть, что их мамы, папы, руководители их молодежи, они готовы их нести. Мы должны их нести. Мы должны их нести. Мы должны их принимать, какие они есть. Мы не должны на них сердиться. От этого ничего не поможет. Они идут своей дорогой. Мы должны умирать вместе с ними. Мы должны их останавливать. Мы должны им показывать какие-то проблемы. Мы должны им осветить все стороны жизни. Мы должны им показать. Конечно, вот он сейчас, у меня этот Марк, делает эти аэробусы 380. У него там голова кружится от этих высоких технологий. Он мне привез массу таких материалов, которых мы никогда не видели. Истории развития ракетных двигателей в Германии. У него нос растет, немецкие инженеры. Я говорю, Марк, я все понимаю. Красиво было, красиво. Умно было, умно. А где это все сейчас? Ты посмотри. За короткий срок высокая культура превратилась в ничто из-за гордости человека. Так будет с каждым. Дайте им понять разумность слова, красоту слова. Понимаете, красоту слова. Ведь слово красиво. Надо, чтобы они за Богом увидели величие Божьего Духа. Как много там красивых описаний природы, славы Божьей. Это все нужно им принести. И тогда, когда они ищут чего-то высокого, им надо что-то сказать. Им надо что-то рассказать. Я совсем тоже не сторонник, как Олег говорит, влезать в энциклопедии. Это не работает. У меня, кстати, книг очень много. Они входят в мою комнату, как в музей. Но я всегда им говорю. Читать другие книги, кроме Библии, имеет право единственное. Это только человек, который верит одной Библии. И второе. Все книги, которые у человека есть, может читать только глупый. Книги стоят, чтобы с ними работать. Вот когда мне что-то нужно, я полезу, посмотрю, что люди делали. А потом еще Библией освещу этот текст. И я никогда не буду преподавать на основе прочитанных мною богословских книг. Я могу взять в богословской книге что-то. Я вообще очень боялся читать книги. До тех пор, пока у меня не появился фундамент духовный на основании Библии. Потому что проглотить человеческое – это страшно. Вы видите, что я математикой не занимаюсь уже больше сорока лет. У меня математические примеры вылезают. Она сидит там где-то в подкорке. Но будет плохо, если там будут сидеть промытые мозги либеральной теологии. И ты, не ориентируясь до конца, не сознавая это, будешь выкидывать. Читая эту литературу, можно это читать только тогда, когда человек твердо стоит. Твердо стоит. Но дать и показать им разумность Библии, важность разумной жизни. Мне, например, очень нравится, что в России появился интерес учиться. Что люди хотят учиться, хотят быть музыкантами. Я не сторонник, чтобы люди учились богословия. Это я бы никогда не согласился. Это точно дать промыть мозги и вложить то, что приходит от несерьезного, не отданного Богу христианства. Пусть они будут врачи. Пусть они будут инженеры. Это гораздо больше даст им понимание того, чем живет современный мир, разовьет их мышление, и они подойдут сокрушенным сердцем к Библии, чтобы ей осветиться. Но при этом очень важно, чтобы... Я уже вам сказал, что я необращенный, когда я был лютеранин, я никогда не вступал в комсомол. И мне говорили, ты никуда не поступишь. А я себе говорил, я хочу заниматься математикой, но Бог должен остаться на первом месте. Он у меня и не был тогда на первом месте. Я и не подозревал, что он у меня не на первом месте. Я позже к этому пришел. Но человек, который входит в эту сферу, он должен не только искать добра и разума, он должен иметь высокий дух, как был у Даниила. И вот эту красоту, величие Бога, ее надо показать. Для этого действительно надо много молиться. Человек, который хочет от других, был высокий дух, он сам должен иметь этот высокий дух. Я не думаю, что сейчас надо все эти энциклопедии прочитывать. Это не поможет. Надо познавать Слово Божье. А Бог сам даст, что тебе прочитать. И вот то, что Он тебе даст, это то, что тебе нужно будет. Я никогда не занимался изучением таких вещей, кроме детства. Но я хочу сказать, Бог периодически подает мне ту информацию, которая мне нужна. То Марк мне что-то принесет. То кто-нибудь еще что-то появится. Это ровно моя мера. Ровно сколько надо. Ровно сколько надо. Я не человек, который закрыт для этого. Мне и сегодня нравится красивая архитектура. И сталкиваясь где-то с красивыми храмами, можно показать, как люди вкладывали в них душу, а заодно параллельно ему объяснить, почему надо держаться Евангелие, а не православие. Понимаете? Вот эти вещи, их уважать не получится. Садись, я буду тебя воспитывать. Мама, папа, сестричка, братик, я сам. И молодежь ее больше. Но когда они увидят, что мы готовы с ними подниматься на горы. Когда мы готовы с ними идти по рабцевым полям. Ехали мы по этим озерам, поехали они в австрийские Альпы, там на озерах. Я с ними поехал. Ну, они поехали со своими руководителями, я приехал с ними немножко пообщаться, беседы вести. Сидим мы на катере, красивая погода и волнение. А там тоже такое очень сильное влияние харизматии везде. И вот они стоят рядом со мной, две сестрички, молоденькие девчушки. Я говорю, посмотрите на это. Ой, правда, как красиво. А вы знаете, как об этом Библия говорит? Ну как? Да рукоплещат реки. Ой, правда, похоже. Да. Так, оказывается, реки могут рукоплескать, не имея рук. Ну да, здесь совсем другое имеется в виду. А может быть и то, что харизматики употребляют, другое имеется в виду. Мы никогда не думали. Я говорю, вы посмотрите, мы все поняли. Понимаете, здесь не вопрос менторства, не вопрос навязчивости. Здесь вопрос искреннего отношения к ним, уверенности в пути. Если ты не уверен, ты ничего им не вложишь. Уверенности и любви, любви к этим людям, четкое знание цели, внутреннее счастье. Подросткам очень нужно люди, которые могут любить, могут покрывать, которые искренние, которые не ханджи и которые знают цель и которые компетентны. И пусть в этом Господь нас благословит, находя эти сокровища на молитвах, на коленях, читая Библию и с любовью относясь к этим уже, как я их иногда называю, «клайны грузы», большие и маленькие. К этим маленьким, которые считают себя большим, и большими, которые пока еще остались все-таки маленькими. Пусть Бог в этом благословит. Я думаю, понятно. Так, тут мне целый список вопросов. Как вы относитесь к учению теории Кента Холленда? Ну, это человек, который там лекции читал по происхождению. Я скажу вам так. Итак, на фоне развития всей этой эволюционной теории, наверное, его выступления имеют свой смысл. Не случайно, что реакция на него привела к тому, что его в тюрьму посадили. Вы это знаете, да? Его посадили в тюрьму, но это как всегда делается. Мы не судим вас за веру, мы судим вас за что-то другое. Нашли какие-то налоговые вещи и отправили человека надолго в тюрьму. Эта реакция, она не случайна. Но я бы все-таки сказал... Во-первых, я к этому плохо отношусь, потому что это все на видео. Во-первых. Во-вторых, я бы сказал так, надо эти вещи проработать и немножко по-другому делать. Его вот эта ирония, которой проникнуты все его вещи, она мне представляется неуместной. Вы поняли меня, да? Она очень опасна. Кроме того, его игра с динозаврами, она очень сложная. Заигрывание с динозаврами. Динозавры — это что-то близкое к оккультизму, как я понимаю. Я не хочу считать динозавров оккультизмом, но вещи, связанные вот с этой сферой, они очень примыкают к оккультизму. А не очень, потому что как раньше назывался динозавр? Дракон. Что? Понимаете, Левиафан — это тоже вот этот дракон, но это образ дьявола. Совершенно очевидно, это главный. Поэтому я вот с этими вещами был бы очень осторожен. Мне очень настораживает. Знаете, ирония — это такая штука. Вот когда у людей пропадает в семье любовь, они начинают иронизировать. Шутить. Ведь все можно сокрыть. Жена говорит мужу, ты, по-моему, неправильно смотришь на других женщин. Ты же знаешь, я очень развратный. Принял он ее обличение или не принял? Он отшутился. Он поставил дистанцию. Я скажу, вот эта ирония, она очень опасная. Поэтому я отношусь к этим вещам настороженно. Хотя, может быть, в американской среде эта вещь вполне закономерная, естественная. Но я бы советовал вам не показывать это детям, не увлекаться этим, схватить какие-то мысли, взять какие-то книжки подсмотреть и быть в состоянии это изложить. Я думаю, понятно, да? Если дети уже крепко поглязли в ТВ, компьютере и мобильнике, что делать? Как начать перевоспитывать? Как убедить родителей отказаться от этого? Как правильно и безболезненно это сделать? Я скажу, дело в том, что существует такое понятие «компьютерная чума». Если они смотрят довольно долго, у них появляется зависимость, похожая на наркотическую. Тогда бороться очень тяжело. Но вы понимаете, что если человек уже стал зависимым от наркотиков, это катастрофа. И вы ничего почти сделать не можете. Это как алкоголик. Только что он это не понимает. Это я не выдумал. Это данные научные. Это компьютерная чума XX века. Причем, если они долго сидят за этим экраном, у них теряется различие между реальностью и экраном. Они не знают, где реальность, где это. Здесь надо молиться. Здесь надо за них молиться. Здесь надо проповедовать Евангелие. Если это далеко не зашло, попробуйте и чем-то другим занять. Я считаю, что то, что я сказал, что оно выбивает, это и есть противоядие. Дети должны читать. Дети должны читать книги. Вы должны знать, что они читают. Я не очень советую давать им читать всякие романы любовного порядка. Но им надо что-то найти. Это потихоньку в них рождает нити чувства опять. Но я бы считал, что им какие-то вещи можно дать почитать. И можно с детства давать читать, скажем, Патрицию Сент-Джонс, Кристина Ройда. И можно, безусловно, я бы советовал дать всем прочитать Робинзона Круза. Знаете почему? Знаете почему? Потому что замысел этой книги, на самом деле, это я не выдумываю, был заключен в том, чтобы показать, как человек, покаявшийся, должен строить свою жизнь. Подобно тому, как человек на необитаемом острове строит жизнь. Там вот эта идея заложена. И с ребенком стоит об этом поговорить. Да, с ребенком. То есть какие-то вещи надо с ним прочитывать. Может быть, вместе читать. Знаете, у нас пропадает, стоит магнитофон, стоит телевизор, они смотрят это, слушают. А что дома не попеть вместе? Ой, да ты что? Мы же не в 19 веке живем. Ну, конечно, в 21-м. А что, петь перестали в 21-м? Давайте вместе что-то почитаем. О чем-то порассуждаем. О тех же животных. О чем-то еще. Потому что телевизор выбивает способность к чтению. Оно гасит способность читать. Нарушает. У немецких школьников очень многих проблемы с чтением, связанные именно с телевидением. То надо выбивать клин клином, как говорится. А дальше, значит, надо стараться им чем-то занять. Вот это вопрос вот этого общества удовольствия и наслаждения, которые говорят, а мне скучно. Но там, где мне скучно, там уже грех. Вот мне никогда не скучно. И никогда не было скучно. Просто у меня какое-то время занималось сначала... Я очень много читал в детстве. До 12 лет я прочитывал за день по 500-600 страниц. Потом мне это все надоело. Я стал заниматься физикой, математикой. И этим я занимался. Но мне никогда не было скучно. У меня были интересные вещи. Когда я уверовал в Бога, я оставил это. Но мне никогда не было скучно с Библией. Мне никогда не было скучно с бабушками. Мне никогда не было скучно сидеть у ног служителей. Никогда не скучно сделать добро кого-то посетить. Если у человека стало скучно, он живет для себя. Вы ничем не насытите эту ненасытимость и две дочери. Это, наверное, единственная семья, где дочери с одним именем. Давай, давай. То здесь нужно его куда-то направлять. Может быть, с ним что-то сделать. Может, вместе поехать. Вы не всегда возьмете это тем, что сажаете его рядом в церкви, потому что у него все закрыто. Но кого-то навестить, с кем-то пообщаться. Просто даже не привести его к служителю и сказать, брат, поговори с ним, потому что он покаялся. Он, значит, сейчас меня будет обрабатывать Олег или Петр. А просто где-то пообщаться. Я хочу сказать, в этом смысле эти лагеря очень полезны. Когда они рядом с служителями, когда видят, что служители рядом с ними стоят, когда они могут пару слов обменяться, а потом идти дальше. Ну, это вопрос такой сложный. Вы поняли меня немножко. Попробовал выпить пиво, вино. Пришел и рассказал, как на это реагировать. Ну, если он уже выпил, вы не можете ничего назад сделать. Конечно, лучше бы, если бы вы заранее с ним немножко говорили об этом. Это зависит от контакта. Понимаете? Не все надо перепробовать. Я думаю, что если он выпил, то надо, во-первых, спросить его реакцию. Потому что если ему это не понравилось, это надо поддержать. И сказать, что он больше никогда не делал. Помолиться с ним. Если ему понравилось, то же вопрос хуже. То надо стараться с ним молиться. Во-первых, надо вот все время вводить в эту молитвенную жизнь детей. Надо стараться с ними молиться и какие-то вещи ему объяснять, показывать на примерах, что вот посмотри на людей, они пьют, до чего они дошли. Откройте Библию, возьмите из притчи, где написано, как опасно, когда оно искрится. Покажите и сравните эти вещи. Игры-стратегии. Некоторые христиане используют, чтобы дети не были на улице. Насколько это альтернатива? Что это за игры-стратегии? Это в компьютерах, да? Хотите, я вам расскажу, для чего эти игры-стратегии создавались? Вот он там летит, должен какую-то стратегию выработать. Должен проехать. Это игры создавались, как пробить ракетами атомными противооборону противника. И, как на бомбардировщике, отбомбить хорошо своего оппонента. Нужно им это показывать? Нужно эту духовую жизнь вводить? Это все тоже будет относиться к той же самой болезни. Они втягивают в этот компьютерный мир. Я вам скажу, чем увлекательнее игра, тем больше не оккультных элементов. Это не я придумал. В каком это вестниках было напечатано? Свидетельство Анатолия. Где он пишет, что компьютерные игры программируют, как наркотики. Проблема наркотика не только в физическом отвыкании и в психологическом отвыкании, а в том, что он влияет, и душа хочет к этому «удовольствию» вернуться. И с этим надо всю жизнь бороться. Попробовав вот эти действующие на подсознание программирующие человека игры, человек к ним снова возвращается. В этом смысле стратегия никакой разницы, никакого отличия не имеет. Влюбилась, приходит на исповедание, исповедуется, а потом снова дружит. Чем можно помочь? Я думаю, что с человеком надо работать. Надо посмотреть, вообще о ком идет речь. Сколько человеку лет. Это надо посмотреть. Потому что есть разница, что приходит 10-летний ребенок, говорит, я влюбилась, и он просто говорит, это грех. Давай будем молиться, чтобы Господь тебя освободил. Конечно, если это 16-17-летний человек, то надо учить, может быть, человека нести свои чувства с достоинством. Что я имею в виду? Вы не можете выбить у него эти чувства. Хотя ему надо сказать, что ранняя влюбленность, она человеку может вредить. Она вредит его психике. Виктор Иванович неслучайно говорил, влюбленность без цели брака является преступлением. Он любил такие афоризмы. То есть человек, когда он, скажем, молодой человек хочет жениться на сестре, и у него появляются чувства, то он может внести их к Богу. А если он понимает, что он на этой сестре жениться все равно не собирается, то эти чувства надо гасить. Это очень опасно. Это очень сильно опустошает человека. Она захватывает, вводит его в переживания. Потом оно все не состоится, все опустошается. Достойно нести чувства. Это продолжать, несмотря на присутствие этих чувств, возрастать в благодати, укрепляться в благодати, отдавая все это Богу. Потому что вы не всегда можете вычеркнуть это. Не всегда можете это вычеркнуть. Вы знаете, наверное, эту историю Орландо с Рути. Когда она мне пришла в 15 лет и сказала, что Бог ей открыл, что этот брат, который ей нравится, будет ее мужем, шокировав меня. Но он действительно сегодня ее муж, у них пятеро детей. Но я два года с ней непрестанно молился, боясь вот этого опустошения. Она пришла к состоянию, когда она полностью это доверила Богу. В этот момент он ей сделал предложение. И в этот момент он ей сделал предложение, а потом удивлялся, что эта девочка за два года тесного общения с ним ни разу не показала, что он ей нравится. Ни словом не показала. Вот, неся это в своих чувствах, то надо учиться, когда какие-то чувства нас одолевают, в том числе эти, служить Богу. Может, там просто вообще греховность и надо человеку приводить к покаянию. Это надо в этом деле разобраться. Можете вы сами разобраться, а может быть, даже и служителей подключить, что было бы гораздо лучше. Так, можно ли играть дома в семье детям в настольные игры, домино-шахматы? Я бы сказал, в домино никогда не надо играть. От этого люди тупеют. От этого люди тупеют. Знаете, что кошается шахмат, то это всё-таки интеллектуальная игра. Я не знаю, что вам сказать. Мы в детстве играли в шахматы, потом я от них отказался. Я не вижу в этом никакого вреда, как для ребёнка именно. Но вы должны сами посмотреть, какое это действие производит. Конечно, когда взрослые увлечённые играют в шахматы, это ненормально. Но если мальчишки поиграли, немножко побегали с мячиком, это не страшно. Но если взрослые дяди с семьями играют в футбол, я считаю, это преступление. Если маленькие дети сели, немножко там в шахматы поиграли, домино сидят, стучат, ну, может быть, это допустимо, но не давайте этому далеко развиваться. Если вам это вместимо. Брат Ричард, вы... Я не могу это читать. Я не буду это читать, я скажу что-то. Я не являюсь человеком, который очень возбуждён от того, что мои диски продаются, от этого сильно вдохновлён. Потом эти диски начинались с кассетов, они спросили, можно твои записывать? Я сказал, пожалуйста, это остаётся вне сферы моих интересов. Они их там накопили, перекинули на диски, набрали там несколько сотен часов. Я не знаю, сколько они у меня есть, в принципе. Я сказал, вы, в конце концов, покажите мне и дайте, что вы там распространяете. Я посмотрел, что там такое. Я не могу их всех прослушать. Но мне целую пачку прислал. Меня это не сильно вдохновляет. Я говорил уже и говорю, что моим высшим счастьем является не проповедовать за кафедрой, а сидеть с Библией, познавать Христа, познавать Бога. И это счастье христианина. Превратиться в человека, для которого становится чем-то особенно вдохновляющим тем, что меня слушают, тем, что меня приглашают, это означает медленное, но верное сползание вниз. И этого я бы не хотел. Учиться мне, естественно, есть и у российских братьев, и у других. Из их проповедей, из их общения. Я не хочу читать всё, что здесь написано. Мне не нравится это. Я думаю, вопрос одежды ваши братья объяснят не хуже меня. Брюки – это вещь неприемлемая. Про чёлки я уже сказал. Всё остальное братья объясняют, и я не думаю, что мы объясняем по-разному. Кто должен в церкви трудиться с подростками? Служителя, учителя или те и другие? Могут ли сёстрами с подростками трудиться в церкви? Конечно, служители трудятся с подростками, должны трудиться. Если служители в этом труде не участвуют, то это будет проблема. Естественно, трудятся, я не знаю, как это у вас называется, учителя воскресных школ, или, значит, у нас это называется руководители подростков, юнгшарлайтеры по-немецки. Конечно, они этим занимаются. Занимаются и те, и другие. Могут ли сёстры с подростками трудиться в церкви? Ну, это вопрос такой, это вопрос тоже такой более тонкий. У нас, в принципе, с молодёжью трудятся братья. И с подростками трудятся в основе братья. В основе трудятся братья. С другой стороны, я не думаю, что особенно с малыми подростками, если сестра пожилая, она ничему ему не может научить. Но в основном это делают братья. В основе с детьми занимаются сёстры, с малыми подростками тоже. Но всё-таки для людей в подростковом возрасте для них нужна такая, немножко крепкая рука в семье папы. Что? Да. Ну, она должна быть. Для этого надо молиться. Вот я не считаю, если пожилым сёстрам сказано вразумлять молодых, любить мужей, любить детей, то наверняка они могут очень много передать девочкам в подростковом возрасте то, что не могут передать братья. Какие-то определённые разговоры с девочками подросткового возраста лучше, чтобы вели сёстры. Конечно, это не молоденькие, чтобы не было там на 3-4 года его старше, и они начинают её задирать, как старшую сестру. То это тоже не годится. Естественно, что сёстры не могут заниматься это с братьями, но подростковый возраст – это уже тогда, когда это всё переходит в руки с братьев, а дальше это регулируется церковью. Когда подростки переходят в молодёжь, продолжают ли там их опекать? Нужно ли там опекать, или они должны быть самостоятельными? Нет, с молодёжью надо трудиться. С молодёжью есть специальные молодёжные служители, молодёжные руководители, и молодёжью надо по-прежнему заниматься. Я понимаю, что дочери и дети находятся у меня вот здесь под рукой, пока они не выходят замуж и не женятся. Точно так же и в церкви. Пока они ещё не молодые женатики, их опекать и воспитывать надо. Участвуют ли подростки в Германии в труде в церкви? Если да, то в каком? Да, участвуют. Они участвуют в музыкальном служении, у них есть выступления в церкви, они поют. Они участвуют в миссионерском труде, они очень много участвуют, особенно там, где миссионский лагерь в упаковке гуманитарной помощи. Они участвуют в этом труде. Да, как им это по силам? Есть некоторые, которые очень хорошо играют, они вполне в этом могут участвовать. Некоторые люди подросткового возраста, но уже более старшего, 15-16 лет, мы можем даже их отправлять на регенские курсы, если это нам нужно, и мы видим, что в этом будет польза. Как быть с подростками, у которых не хватает внимания в семье? И они стараются проявлять внимание весь урок. Я думаю, им надо дать это внимание вне урока. Я думаю, им надо дать это внимание вне урока, чтобы они видели, что они нужны, что они могут к вам обращаться, что они могут к вам приезжать, и тогда постихонечку им в какой-то момент можно объяснить, вот такое привлечение внимания, оно неправильное. И я бы прямо сказал, я понимаю, что тебе хочется внимания. Я понимаю, но это не значит, что теперь ты один, единственный там существуешь. Надо прямо говорить. И второе, им надо обязательно сказать, что если он говорит, у меня не хватает внимания дома, ему в какой-то момент надо обязательно сказать, я понимаю, что это твоя проблема, но ты пойми, что тебя Господь таким образом ведёт. И если ты сможешь в этот момент это понятие ухватиться крепко за руку Божью, он даст тебе столько любви, что это с избытком перекроет недостаток того, что ты хочешь. Всех ли подростков можно привлекать к другую церковь? Какие требования к подростку-труженику? Ну, написано, что дети верующих освещаются родителями верующими. В этом смысле, в этом смысле, в этом смысле подростки это ещё та переходная стадия, когда они ещё всё-таки не совсем молодёжь. И поэтому они считаются ещё освещенными. Молодёжь должна уже быть покаянной. Но если мы, конечно, видим, что подростки ведут явно дерзкую жизнь, не слушаются родителей, склонны к греху или грешат, то, конечно, мы не можем им это дать делать. Что? Не сей двух родов семян. Можно ли детям из христианских семей участвовать в мирских мероприятиях, олимпиадах и так далее? Или это не надо, чтобы дети что-то не потеряли? Понимаете, олимпиады бывают очень разные. Есть, например, люди занимаются, интересуются там математикой или химией, и они идут на вот эти вот олимпиады, где им дают задачки. Я в этом ничего не вижу плохого. Конечно, здесь снова остаётся в том, чтобы он не слишком увлёкся. Если ребёнок играет музыку, занимается музыкой, он где-то будет всё равно в музыкальной школе выступать и играть. И это по-другому невозможно. Но пусть он едет, решает задачки. Только вы должны знать, что происходит. Если это речь идёт о спортивных олимпиадах, то я понимаю, что наши дети могут где-то поиграть в мячик, но ни в какие объединения, организованные в спортивных мероприятиях, они не участвуют. Поэтому о какой олимпиаде идёт речь, я не понимаю. Если это какой-нибудь клуб весёлых и находчивых, конечно, нет. Если это олимпиада по танцам, конечно, нет. Конечно, нет. Что за этим стоит? Если это какое-то, скажем, повышенное занятие математикой, химией, ну пусть они поучатся. Только следите, чтобы они не увлеклись туда чрезмерно. Хохотушки дома с папой. Борьба, прыгалки – это тоже относится к пункту 4. А что значит пункт 4? А, да, всё, я понял. Ну, понимаете, это же всё определяется мерой. Ну, это всё определяется мерой. Ну, понимаете, если мальчишки говорят, папа, давай мы с тобой поборемся, он сгрёб их, но ничего в этом страшного нет. Ну, опять, как это происходит, понимаете? Если это такая борьба, что там глупости делаются. Всё дым коромыслом, как говорится, стоит. Непонятно, что происходит, то таких вещей не надо делать. Ну, мальчишки набросились на папу. Ну, что теперь? Ну, вот я так скажу просто. Вот они подрастали, определённый возраст. Ложишься спать, они утром приходят и все ложатся поперёк на нас двоих. Ну, что я теперь их выгонять должен, что ли? Я утром просыпаюсь, как штабель. Значит, мы вдвоём, а не четырёх поперёк лежат. Ну, стали слишком большие, мы стали говорить, девчонки, ну, вы же большие, уже так нельзя всё-таки. Так нельзя, конечно. Ну, скажем, понятно. Ну, подходит там, давай, папа, давай что-то. Ну, можно с ним поиграть. Тут нужна какая-то мера. Какая-то мера. Если они там, как дети, играя в игрушки, попрыгают через прыгалку, это нормально. Но если 18-летний мальчик начинает играть через прыгалки, то тут есть о чём подумать. Ну, я, может быть, утрирую, но вы понимаете, что здесь есть свои какие-то границы. Вот. Что такое хохотушки? Понимаете, если это действительно дело не глупости, это ненормально ни в каком варианте. Ни с папой, ни с мамой, ни с бабушкой, ни с дедушкой. Но вместе с тем предполагать, что они будут обращаться с отцом, как к монахине с настоятельным монастыря, тоже не приходится. Это тоже не приходится. Они приходят, какие-то вещи говорят, у них есть какой-то вопрос. И папа им, естественно, улыбнулся, взял, что-то с ним сделал, прошёл с ними погулять, проехался с ними на велосипеде. Я скажу, это очень... У меня одна дочка, она, значит, вот у неё начались эти немецкие проблемы, она себе волосы сделала этот пони. Она говорит, я говорю, ты что наделала? Ну, они выдумали всё сразу. Ты знаешь, говорит, у меня краска попала. И она не счищалась. Пришлось обрезать. Давай на велосипедах покатаемся. Ну, давай. Я в брюках поеду. Я говорю, нет. В юбке неудобно. Я, знаешь, я бы тебе поверил, если бы у меня в альбоме не было фотографий моей бабушки, как она на велосипеде в юбке ездила. Ну, ладно. Одела юбку, поехали. И вот она едет рядом со мной, такая счастливая, а волосу не назад закинули, сипонии не видно. Я говорю, Маришка, какая ты красивая. Всё-таки я говорю, как хорошо, когда вот тут на человеке нормально всё одето. Не только какая-то у меня амазонка едет на велосипеде рядом в брюках, и как у мопса волосы вперёд. Она красива. Вы знаете, она поняла, она перестала это делать. Есть вот вещи, которых можно с ребёнком проехаться. Ну, и мальчишкам им нужна разрядка. Знаешь, я в 58 лет не буду с ними на перегонки бегать. Ну, зачем это нужно? Но когда маленькие дети и папа, ну, давайте добежали, кто быстрее до той ёлочки. Ну, почему нет? В этом ничего нет плохого. Но только оно не должно приобретать ненормальный характер. А теперь побегали, а теперь давайте посидим. Посмотрим, как красиво. Посмотрим, какая ёлочка. Посмотрим, как Господь сотворил. Давайте откроем Евангелие. Всё нормально. Я думаю, я ничего особенного не говорю. К теме лишнее хождение. Часто человек понимает, что в его хождении он часто падает. Человек видит свой грех, пол-дела. Что делать дальше? Как избавиться от этого греха навсегда? Я думаю, когда человек видит свой грех, это действительно пол-дела. А потом и начинает вести эту борьбу. Я думаю, что если он видит эту проблему... Я, между прочим, этот пример выдумал не сам. У меня был такой момент в жизни, когда я увидел, что я делал неправильно. Я позвал Степана Костюка и сказал, Степан, я хочу покаяться. Я вот эти два года делал неправильно. Он говорит, сейчас скажем, слава Богу. Я говорю, а что, слава Богу, я каяться хочу? Он говорит, сейчас скажем, слава Богу. Ты два года не видел, теперь увидел. Это пол-дела. Вот ты откуда это взял? А потом мы помолимся, чтобы, увидев это, теперь будем с этим бороться. Я думаю, что эти вещи надо исповедоваться. Посмотреть, в чем состоит проблема. Посоветоваться с братьям, попросить у них совета. Ну, я понимаю, что речь идет о чем-то серьезном. Потому что, если человек падает, если он понял что-то, помолился и все ушло, тогда и проблем нет. А если он падает, надо поговорить с братьями, надо помолиться. Потому что очень часто мы не до конца понимаем, откуда приходит грех. Вот у нас брат Эдвин Эгерт, старший пресвитер Бременской церкви, когда к нему приходит человек и говорит, я очень обидчивый или обидчивый. Он говорит, а ты знаешь, дорогой или дорогая, что обидчивость – это родная сестра гордости. Вот очень важно какие-то вещи понять. Никто не идет в огород оборвать листочки у сырника. Наверное, с корнями их надо вытаскивать. Надо понять, надо посмотреть, надо понять, откуда это выходит. Может быть, человек Библию не читает, не молится. Тогда не приходится удивляться, что он ничего сделать не может. Я думаю, понятно, да? Это вопрос душепопечения, это вопрос в основе, вопрос пастырей. Так, тут очень много направлений. У меня время кончится. Скоро Новый год. В России уделяется много внимания. Ёлки, Деда Мороза, украшения, костюмы, что делать? Ну а зачем? Я думаю, что вот такие вещи, которые носят характер недуховных праздников, да? День рождения, Новый год. Здесь всё зависит не в том, чтобы сейчас натянуть на себя колпак, сказать, ничего не вижу, а правильно это сделать. Собрались дома и провели время в молитве. Поблагодарили Господа за прошедший год. Мы почти всегда празднули день рождения детей. Сейчас у нас не получается, сейчас же 20 внуков мы празднуем раз в месяц. Потому что собраться не получается. Собраться не получается. Но как праздновать? Понимаете, можно устроить пирушку. Можно из Рождества такую вещь сделать. И есть люди, приходят в собрание, не помолившись ничего, сели есть весь вечер. Это плотское празднование праздника. Собрались так. Вот я скажу, как мы это празднуем. Собрались. Мы делаем служение. Полноценное служение дома. Сейчас их много, там за 30 человек. Они соберутся. Значит, мы поём. Обычно это мне достаётся. Или кому-то там, Орландо, кому-то из старших. Подбираем каждому стих из Библии. И его не только прочитывается, даётся ему какое-то короткое наставление. Я всегда молюсь, чтобы оно соответствовало ему. Не просто что-то взять. Вот у меня такое положилось на сердце. Я тебе хочу вот это пожелать. Вот это счастье человека. Вот это я бы хотел, чтобы ты исправилась. А потом мы за них, за всех молимся. Ну что, в этом плохо? Собраться поблагодарить Господа, значит, за Новый год. Ну, совсем не обязательно в Деда Мороза наряжаться. Я думаю, правда? Но это всё зависит от того, насколько это ядовито или не ядовито. Понимаете? Это надо посмотреть. Скажем, если так как сейчас в Германии они везде приводят Бабу-Ягу, то мы стараемся их везде убрать. Если там Баба-Яга, нечего ему там делать. Понимаете, если они собрались и хотят сказать какие-то добрые слова детям, ну вы посмотрите сами. Я думаю, что детей не надо наряжать. Могут они спокойно прийти, вот так, как они есть. А кто там другой нарядился, ну это его дело. Они должны понимать ограниченность этих вещей. Я не знаю, в каком это сейчас уровне. Я помню, что когда уже перестройка приходила, они стали просить на профсоюзных собраниях что-то сказать. У нас, говорит, всё идеология, у вас, у христиан, есть тёплые слова. Но я однажды им сказал, я буду говорить только в одном случае, если я буду говорить, что у меня на сердце. Получилось, что я на протяжении двух или трёх лет закрывал в школе линейку. Ну вы скажете что-то, если вы мне даёте свободу, пожалуйста, Евангелие вперёд. Значит, я мог что-то им сказать. Ну что, теперь я должен сказать, отмените всё на свете. Конечно, директор что-то скажет. Директор скажет, я не могу сказать, теперь всё христианское, я приглашу хор с церкви, директор сидит в стороне, я веду линейку. Так же не пойдёт. Но если оно начинает приобретать другую тенденцию, мы должны вовремя уйти. Вы понимаете, да? Так же, как и с ребёнком, со всем. Да? Понятно. Так. Есть такая проблема. Дети плохо сидят на служении, шумят, ходят между рядом. Нужно ли их воспитывать, хорошо сидеть на служении или делать исхождение на их возраст? Я не с этого начну. Я расскажу с примера, который я слышал от Степана Григорьевича Костюха. Он сказал, я видел два рода матерей в церкви. Одни брали на все служения детей, дети шумели, их ругали, они несли их поношение и привели детей к Богу. Были другие, которые говорили, мы не умеете себя вести, оставляли их дома. Дети остались в мире. Конечно, детей надо воспитывать. Вообще, что же касается детей, как только у тебя появился ребёнок, ты должен посвящать свою жизнь его воспитанию. Я не понимаю, когда родители сидят, разговаривают, болтают, извините за выражение, по телефону или дома, и не знают, что делают их дети. Если у тебя есть ребёнок, один глаз должен всё время быть на нём. Я вот когда с ними один оставался, как жену в роддом отправят, я один. Я делал что-то и всё время ходил, смотрел. Там снегу было много, больше, чем у вас сейчас. Мы, значит, на участке проделали дороги, их не видно, видно только помпоны движутся. Я смотрю, три помпона, это нормально. Четвёртый на самках. Два помпона, надо смотреть, что там произошло. Помпоны поменялись, но это значит, они теперь по-сестрински поменялись друг друга катать. Понимаете, надо их видеть, и они должны знать, что мы их видим. Мы поим такой псалом, око моё над тобою, они должны видеть. Родители, сидящие за компьютерами, за книжками, они преступления делают. Я хочу сказать, детей надо учить сидеть на служении, начиная от дома. Вот ты посадил его петь, а он ёрзает. А ты потихонечку, мягко его приучай. Он и здесь будет сидеть лучше. Ни в коем случае сто процентов не снисходить. Но то, что мы не снисходим, не означает, что надо кричать. Не означает, что надо шуметь. Не начинает, что надо выходить из себя. Плод правды сеется там, где хранится мир. Другого варианта нет. Я думаю, что это очень много воспитывается, когда они дома, и мы с них добиваемся. Потому что приученный к этому порядку дома, он в церкви будет сидеть. Конечно, если мы дома с ними не молимся, то у нас шансов заставить их сидеть в церкви не существует. Но когда мы с ними молимся, они чувствуют благословение, они будут сидеть. У нас в Москве, да и сейчас так происходит в группе Саши Ручко, Пасха празднуется всю ночь с 12 до 4 утра. С 10 на самом деле. Так вот, им было 4-5 лет. Мы пойдем с тобой в клуб. Они нас хорошо знали на Щербинке, они нам клуб всю ночь отдавали. Хотя вообще-то это запрещено. Они отдавали нам клуб, мы запирались там и сидели. И праздновали, и столы делали. Мы пойдем. Я говорю, нет, вы уснете, а спать лучше дома. Мы не уснем. Я говорю, проверяем, они не спали всю ночь. Им нравилось вот это. Я хочу сказать, это оставляло большой след. Они до сих пор это вспоминают. Иногда говорят, давай семьей в Германии сделаем всю ночь. Что-то так не принято. Давай с семьей сделаем. Ну, мы, может, всю ночь не делаем, потому что утром на служение, их спящих на служение не хочется вести. Но до двух до трех часов мы иногда делали это. Понимаете, от многих вещей зависит. И прежде всего от их вкуса к благодати. Так, брат Ричард осветит. Все, надо кончать. Брат Ричард осветит вопрос о начертании. Как это обстоит дело на Западе? Какие меры должны принять христиане? Я скажу так. Это вопрос серьезный. И я боюсь, что та шумиха, которая вокруг него сегодня раздута, она мне очень напоминает одно произведение Льва Толстого, как был мальчик, которого поставили спасти овец. Он все кричал волки, когда волков не было. Когда волки пришли, никто не пошел. Я прекрасно понимаю, что эти все штрих-коды – это медленная подготовка к чему-то тому. Но это еще не то. Это не то. Там есть много нехорошего. У меня нет с собой немецкого внутреннего паспорта. У меня заграничный только паспорт. Но тот символ, который стоит на немецком внутреннем паспорте – это хуже, чем пятиконечная звезда. Я не буду вам объяснять, что там стоит. Если кто-то будет в Германии, я покажу братьям, что там такое нарисовано. Это просто сатанинский знак. Ну что, теперь я паспорт выкину? Нет. Начертание – это будет связано. Это никогда не будет тайно сделано. Библия не говорит, что придет время, когда человека схватят, стукнут его по голове и вошьют ему это начертание. Человек должен это сознательно принять и этой личности поклониться. То есть какую-то присягу на верность дать. Поэтому все эти штрих-коды… Я знаю, что в Армении некоторые вообще чуть ли не отказывались деньги брать. Из-за этого это неправильно. Конечно, мы во всем в этом видим подготовку. Мы во всем в этом видим подготовку. Она идет с тем, чтобы людей приучить к какой-то системе, а потом будет очень легко ввести поклонение, подобно тому, как в Германии было поклонение Гитлеру или какими-то другими подобными вещами, увлечениями великими вождями, которые мы видели в Китае или в других странах. Я думаю, вы понимаете, что я говорю. Я не думаю, что в этих штрих-кодах надо сегодня видеть уже вот это начертание. Но мы должны, естественно, бодрствовать. Мы должны, естественно, бодрствовать. Вот оно может, кстати… Я думаю, что оно в России придет совершенно с другой стороны. И не как начертание зверя, а что еще будет перед этим. Я вспоминаю откровения конца 70-х годов. Может быть, вот брат Степан и братья помнят это, брат Алексей Игнатьевич. Было такое слово. «Сейчас вас гонят под красным знаменем. Придет время, когда вас будут гнать под знаменем креста». Я боюсь, что вот эта религиозная политика, связанная с возрастанием православия, на сегодня. Было время, когда они сидели вместе с нашими братьями и молились вместе. Но вот оно будет очень скоро, что люди будут проверяться на верность не тем, верят ли они в Бога, а тем, следуют ли они в ангельской истине. И вот здесь надо быть внимательны, что наступит момент, когда будут нас спрашивать поклонения кому-то с этими присягами. Вот здесь не продавать, не покупать, а дать все Господу. А сейчас, конечно, в мире много таких знаков. Люди находили очень много черточек антихриста в Сталине, в Ленине, в Гитлере, в Мао-Цедуне, в Римском Папе. И надо сказать, это справедливо. Там есть эти черточки, но это еще не антихрист. Это еще не антихрист. И чтобы сейчас, пугая людей такими призраками, когда придет настоящее, не появилась у людей аллергия вообще слушать все это. То здесь надо бодрствовать. Эти проблемы нарастают. Конечно, неприятно, когда в этих карточках, в паспортах появляются отпечатки пальцев. А в Германии с Нового года, по-моему, будут отпечатки пальцев в загранпаспортах. Или вставляют туда чипсы. Ну, конечно, это неприятно. Ну, безусловно, это неприятно. Потому что за этим стоит вся твоя жизнь. Но я тебя могу огорчить, что каждый человек, который имеет мобильник, тебя могут в любом месте, на любом месте прослушать. Это не выдумка. У меня вот этого самого Марка пригласили военкомат в Германию, а я с ним. Я говорю, а можно с ним посидеть здесь, что я его привез на машине, а я его подожду. Ну, они там задали мне пару вопросов, поняли, что это будет недолго. Он говорит, ну, посидите. Он ко мне идет, говорит, папа, вы не аккумулятор из мобильника. Я говорю, еще зачем? Он мне дает листочек. По-немецки написано. Я вам сейчас процитирую. Поскольку на современном уровне развития техники, даже в случае, если ваш мобильник является выключенным, с помощью специального набора, набора специального кода и набора вашего номера его можно превратить в прослушивающее устройство. Впрочем, не только выключить мобильники, но и вынуть батарейки. Это тоже неприятно, но это еще не начертание. Все, мы помолимся. Спасибо. Спасибо. Спасибо.